Всем привет, друзья! Сегодня говорим о массовой истерии, которую породил сумасшедший поединок Ливерпуля и Манчестер Сити. Спокойно разберем, что же там на самом деле происходило и спокойно сделаем, как мне кажется, правильные выводы из этого поединка. Еще поговорим о том, как Боруссия уже даже с новым тренером все равно наступает на одни и те же грабли, а Барселона выиграла там, где она выигрывает крайне-крайне редко. Поехали! Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на MarathonBet, где каждый день тебя ждут более тысячи спортивных событий в режиме лайф, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. Делайте ставки в MarathonBet. Ну что ж, начнем сегодня с чемпионата Англии, но не с матча в Ливерпуле, а с матча в Борнмуте. Борнмут обыграл дома Арсенал 2-1. Этот поединок мог вообще не попасть в сегодняшний обзор, но поскольку там случилась сенсация, то пару слов сказать-то нужно. Хотя, что считать сенсацией? Арсенал показал снова, что у Арсена Венгера не существует ни полуторного состава, ни второго состава. То есть есть основа, и как только из основы выпадают ключевые футболисты, то тут же результаты команды идут куда-то вниз. Не было Азила, не было Санчеса, который все никак не может решить, в какой же Манчестер ему переходить. Не было Кассильны в обороне, поэтому да, хорошо, что Арсенал первым забил, но дальше все эти проблемы в обороне стали ну не просто явными, а даже слепой. Мог бы их увидеть. Ну, стоит лишь упомянуть тот факт, что в момент первого гола Борнмута четыре игрока Арсенала, четыре, были смещены на левый фланг и пытались догнать одного футболиста Борнмута и не дать ему сделать прострел. У четверых футболистов Арсенала это не получилось. А там в центре обороны осталось только два человека, и то они не смогли удержать нападающего Борнмута. И Петер Чех как-то играет неуверенно, он видит, что у него оборона хреновая, и сам что-то начинает играть все хуже и хуже. Второй гол тоже самое, обычный заброс в центр обороны Арсенала. Три защитника не могут помешать сделать скидку на 11 метров, и никто даже не блокирует или пытается заблокировать, но уже слишком поздно. Удар Айба 2-1, и абсолютно справедливо то, что Арсенал сейчас идет на шестом месте и имеет минус пять. Уже отставание от Тоттенхэма. Ну и давайте же перейдем к следующему поединку, к главному матчу этого дня. Ливерпуль-Манчестер-Сити. Сказать, что результат очень неожиданный, ну как бы не так. Потому что все ожидали, что будет много голов, две атакующие команды, одна контр-атакующая, другая позиционно здорово атакующая. И когда Окс забил первый мяч, то как бы, ну какое здесь может быть удивление? Абсолютно нормально, Ливерпуль на своем поле повел в счете. Также в первом тайме сломался Делф. И вот здесь у меня загорелись глаза. Я подумал, что, наверное, Зинченко выйдет на место левого защитника. Поскольку в кубковых поединках Зинченко выглядел очень хорошо на этой позиции. И что самое главное, очень уверенно. Но вышел не Зинченко, а вышел Данила на левой фланге и отыграл неуверенно. То есть я не скажу, что если бы Зинченко вышел, да под такой Ливерпуль, да под Салаха, то он бы сыграл лучше, чем Данила. Но Данила, так скажем, не впечатлил. Первый тайм закончился в ничью 1-1. Потому что Джо Гомес снова показал, что он может привозить голы. Он может ошибаться позиционно. Он не смог рассчитать банальную диагональ. И попытался перехватить ее головой, но не допрыгнул. Сане его потом еще раз усадил на пятую точку. И забил в ближний угол. Вот здесь тоже к Кариусу большие вопросы. То есть абсолютно типичные проблемы Ливерпуля. Это и Джо Гомес, который плохо отыграл в матче с Арсеналом. Который здесь тоже средненько, так скажем, отыграл. Потому что эта ошибка стоила команде пропущенного мяча. Ну и голкипер. Голкипер, который прям вот нужен Ливерпулю. Сильный голкипер, нужен Ливерпулю. Говорят про Алисона из Ромы. Говорят еще про нескольких кандидатов. Но то, что Кариус, конечно же, великолепный, так скажем, светский человек. Он там на всех вечеринках. У него там жена красавица или девушки. Он там постоянно их меняет на обложках журналом. Все дела. Но как бы когда ты в ближний угол пропускаешь, то это как-то ну так себе достижение. 1-1 первый тайм. И второй тайм начинается таким образом, что Манчестер Сити держит игру полностью под своим контролем. Манчестер Сити в первые 10 минут второго тайма отлично выглядел. Создал несколько моментов. А дальше щелчок. Дальше игра меняется совершенно в другую сторону. И за 9 минут Ливерпуль забивает 3 мяча. Опять же, этому можно удивляться. Можно делать вот такие вот глаза. Но такое мы наблюдаем в исполнении Ливерпуля достаточно часто. Они часто страдают, так скажем, вот такой вот скорострельностью. Они забивают много. И когда у них пошло, то у них пошло. Значит, сначала Джон Стоунс, ёкарный бабай. Это ж человек, который привез пенальти в матче против Брайтона. Который полетел в подкат в своей штрафной площадке. Зачем он это делал? Непонятно. А здесь он проигрывает борьбу Фермина. Корпус в корпус. Причем, имея фору в метр. Каким образом Джон Стоунс сыграл по принципу Джо Гомеса? Я не могу рассчитать, куда мне идти. Шаг сюда, шаг сюда. Куда мне прыгать? Я не знаю, как он это сделал, но он это сделал. И Фермина оттирает корпусом Стоунса и перебрасывает Эдерсона. Это еще одна, так скажем, проблема Манчестер Сити. Это еще одна слабая точка. Болевая точка голкипера Манчестер Сити. Вспоминайте, кто видел глазами скаута на Эдерсона. Вспоминайте, что я вам тогда говорил. Отлично человек играет в ленточки. Все прекрасно, но у него есть одно слабое место. Это его выходы из ворот. То есть, да, Пеп Гвардиола его поднатаскал. Да, Эдерсон сейчас в Европе один из лучших голкиперов по игре ногами. Не вопрос. Но он очень часто неоправданно выходит из ворот. И здесь, в этом же моменте. Да, вина 50 на 50. 50 на Стоунсе, который проиграл борьбу Фермина. И 50 на Эдерсоне, который вышел почему-то так далеко из ворот, что его Фермина перебросил. Фермина. Фермина провел шикарный матч. Очень сильный матч провел Фермина. У него такое происходит не каждую игру. Но по сравнению с прошлым сезоном, Фермина намного лучше смотрится. Намного увереннее. Это я критиковал Фермина очень сильно в его первый год в Англии. Я не забираю своих слов назад, потому что он тогда был ужасным. Но сейчас, минимум через матч, Фермина выглядит очень хорошо. А второй гол, вернее уже третий гол Ливерпуля и второй гол во втором тайме, приходит из-за того, что Атаменди привозит. Атаменди начинает заигрываться с мячом, теряет его. Мяч отскакивает к Мане. И Мане забивает в ближнюю девятку. А за несколько минут, или за минуту до этого, была еще штанга в исполнении Мане. То есть Ливерпуль так понесся. Ливерпуль начал, ну, просто душить Манчестер Сити. Он поймал Сити за шею. И все, и пожалуйста, тебе конец. А Мане забивает. 3-1. Опять же, Стоунс не заблокировал удар. Просто как-то попытался отвернуться. Вот, открыл ближний угол. Мане попал. Мане попал просто идеально. Вытащить этот удар было невозможно. И все бы ничего. Вот, 3-1. Это, конечно же, удар. Но пропускать вот такой вот четвертый сразу, это было нечто. Эдерсон. Выход из ворот. Выход из ворот хорошо он оправданный. Но как-то выбивай повыше. Да, Эдерсон левша. И правая нога у него по большей части для ходьбы. Похоже, хуже правой ногой, чем Эдерсон. Играет только Андрей Ермоленко. До него мы еще дойдем совсем скоро. И Эдерсон выбил таким образом, что Салах с 40 где-то метров, или, возможно, даже с 45 или даже 50, но хотя вряд ли, забил мяч в пустые ворота Манчестер Сити. И вот он тройной удар за 9 минут. При том, что Манчестер Сити второй тайм начал хорошо. Но Ливерпуль не был бы Ливерпулем, если бы в концовке не пропустил два мяча. То есть Ливерпуль тоже показал все свои проблемы в обороне. Обе команды показали все свои проблемы в этом матче в своей обороне. 4-2 Бернардо Силва и 4-3. Я даже забыл, кто забил, да и не важно. 4-3. Ливерпуль побеждает. И этот поединок и этот результат, конечно, потому что это первое поражение Манчестер Сити в сезоне, породил кучу разных громких фраз. Комментатор говорит о том, что вы не спешите как-то чемпионский титул отдавать в руки Манчестер Сити. Команда до середины января один матч в чемпионате проиграла. Вы не спешите отдавать. Ну, окей, окей. Но я хочу вам сказать вот что. Самое главное по матчу Ливерпуль-Манчестер Сити заключается в том, что Юрген Клоп банально является самым сложным соперником для Пепа Гвардиолы в карьере. Юрген Клоп даже выиграл больше матчей у Гвардиолы, чем наоборот. Почему? Да потому что это огонь и лед. Чуть не сказал огонь и пламя. Гениально было бы просто. Хотя, возможно, что-то в этом есть. Юрген Клоп и его команды всегда высоко прессингуют. Пеп Гвардиола и его команды всегда делают упор на контроль мяча и контроль мяча даже между центральными защитниками и вратарем. Самое главное не отдать просто так мяч сопернику. И когда команда Юргена Клопа, у команды Юргена Клопа, получается запрессинговать команду Гвардиолы, он у нее выигрывает. А когда не получается, он у нее проигрывает. Ну так уж сложилось исторически уже, сколько матча они сыграли между собой. Кто просто лучше выполнит свою задачу на игру, тот и выиграл. Но почему нельзя говорить о том, что вы подождите отдавать титул Манчестер Сити? Да потому что нет больше в Англии такой команды, которая способна вот так прессинговать, как Ливерпуль. Ну нету ее. Никто не сможет вот так вот задавить Манчестер Сити прессингом. Никто не заставит вот так вот ошибаться Атаменди, Стоунса и Эдерсона. Просто больше нет таких команд. Если бы у Манчестер Сити оставалось бы до конца чемпионата 15 туров против Ливерпуля, вот тогда бы да. А так, ну, это нужно быть слепым человеком, чтобы не заметить того, за счет чего Юрген Клоп выигрывает у Гвардиолы. И что за счет этого другие команды не смогут выиграть у Гвардиолы, потому что они это повторить не смогут. Надеюсь, вы меня поняли. И не слушайте всякую разную ерунду, что вам льют в уши. Ливерпуль обошел Челси. Ливерпуль по дополнительным показателям запрыгнул на третье место. И у Ливерпуля белая полоса. Очередная белая полоса в этом сезоне. Что касается еще персоналии, то, конечно же, кроме Фермина, я еще хочу отметить Робертсона. Левый защитник, который относился весь матч как сумасшедший. Ему, конечно же, помогало то, что Стерлинга освистывали. Стерлинг чувствовал себя не в своей тарелке. И Робертсон на этом фоне выехал. Да и не только на этом фоне. Он вообще сам сыграл неплохо. И еще Окс. Окс выполнил колоссальный объем работы. Вообще, много людей из Ливерпуля выполнили колоссальный объем работы. Потому что по-другому у Манчестер Сити выиграть было бы очень-очень сложно. Это лучшие игроки поединка. Худшие, ну, само собой, это и Джон Стоунс, и Атаменди, который привез, и Эдерсон. То есть, есть вот там проблемы в линии обороны Манчестер Сити. Потому что каждый защитник или участник оборонительной линии, включая вратаря, накосячил. Хотя бы раз за матч, но очень серьезно накосячил. Следующий поединок – Боруссия-Вольцбург, чемпионат Германии. И Боруссия снова наказала Абамиянга. Абамиянг опять там куда-то не пришел или откуда-то смылся. Когда вся команда делает одно, Абамиянг делает другое. И его отчислили на этот поединок из состава. И он не попал, конечно же, в заявку. На его место вышел играть молодой Исак. Конечно же, Абамиянга нужно наказывать. Ну, за любое проявление неуважения в мужском коллективе нужно наказывать. Если вся команда делает одно, а он делает другое. Или не хочет делать то, что делают все. То, конечно же, его нужно наказывать. Но каждое такое наказание оборачивается потерей очков для Боруссии. Ну, уж так получается. И в этом матче молодой Исак плюс молодой Санчо, который вышел на левый фланг. Ну, с них как бы взятки гладкие. Они хотели, они могли даже забить. Каждый по разу мог забить. Но главный момент матча был все-таки у Андрея Ермоленко. Даже несмотря на то, что команды создали очень мало, но по явным голевым возможностям впереди Боруссия 3-1. Один момент у Исака, крестовина. Один момент у Санчо, штанга. И вот момент у Ермоленко, когда ему дают пробивать практически по пустым воротам. Но он бьет правой ногой и бьет выше. Это не первый такой же промах в этом сезоне Бундеслиги в исполнении Андрея Ермоленко. Ну, понимаете, вот когда появился шанс, когда нету Ройса, нет Абамиянга в составе. Вот покажи, что ты лидер атаки. Возьми да забери себе эти функции и тут же поднимешься в командной иерархии. Но он не забивает. Увы. А поскольку игрок атаки обязан забивать, то если голов нет, значит игрок атаки отыграл плохо. Боруссия сыграла в ничью. Боруссия опустилась на четвертое место. Но все эти места в чемпионате Германии сейчас не играют совершенно никакой роли. Потому что, да, есть уже чемпион, это Бавария, а дальше расстояние от второго до десятого места пять очков между второй и десятой командой. То есть два тура и Ганновер может быть на втором месте, если прямо вот ему так сильно повезет. То есть там борьба будет сумасшедшая за Еврокубки. И последний поединок на сегодня, чемпионат Испании, Реал Сосьедад, Барселона. Здесь можно, конечно же, рассказать о предыстории отношений. Но главное сводится к чему? К тому, что Барселона очень-очень редко, прям годами не выигрывает на Аноэте. Ну проклятие есть такое. На Аноэте Барса играет хреновенько и достаточно часто теряет очки. На этот раз все могло пойти по тому же самому сценарию. Потому что Сосьедад в первом же тайме повел в счете 2-0. Сначала Паулиньо не доработал за игроком Сосьедада. Сержи Роберто сместился в центр, потому что зона была свободной. Он побежал за игроком. Паулиньо прекрасно это все видел. И он понимал, что нужно пойти за футболистом, который теперь за спиной у Роберто. Но не пошел туда. Не успел или не захотел. Я не знаю, но так случился первый гол в ворота Барселоны. Второй мяч это Сержи Роберто. Опять же, потому что он не смог среагировать на смену движения нападающего. Сразу начал от него отставать. Потом попытался заблокировать удар. И еще и от его ноги мяч залетел в ворот. Возможно бы Терштеген потащил удар Хуанми. Ну а так 2-0. И если бы первый тайм закончился со счетом 2-0, шансы на успех Сосьедады в этом матче были бы очень большие. Очень большие. Но они пропускают под конец первого тайма первый мяч своего рота. Причем достаточно странным образом. Почему вся линия обороны настолько медленнее Паулиньо? Как они смогли так от него отстать? Как он смог их так опередить? Я не знаю. Но факт остается фактом. Суарес спокойно выкатывает Паулиньо под удар. 2-1. И только команды выходят с под трибуного помещения. 5 минут проходит. И во втором тайме сразу же Барса сравнивает счет. Причем опять же ошибка обороны Сосьедада. Потому что никто не накрывает Луиса Суареса. Месси с мячом. Все игроки смещаются в центр, чтобы не дать ему пройти. А он отдает на свободного Суареса. Суарес дальняя 9. Пожалуйста, вернее просто дальний угол. Мяч упал не в девятку, а чуть пониже. 2-2. И привоз. Конечно же. Куда же без привоза а-ля Эдерсон. Потому что вратарь решил отдать просто легенький парашютик. Метров так на 40. Даже до центра поля я добивать не буду. Это ошибка, конечно же. И игрок Сосьедада проигрывает борьбу Вермалину. И Вермалин таким образом отдает голевую на Суареса сразу же. 3-2. На этом игра закончена. Месси попытался несколько раз пробить со штрафных. И в последний раз у него все-таки получилось. Очень красивый точный удар. 4-2. И Барселона, конечно же, безоговорочный лидер чемпионата Испании. Есть несколько фактов интересных, которые можно подметить. Мадридскому Реалу до зоны вылета 16 очков. А до Барселоны 19 очков. Середина января у Реала 32 набранных очка. Это ужасный просто показатель. А Атлетико и Валенсия выиграли два последних тура. И тоже оторвались от Реала. То есть борьба в конце чемпионата будет очень сильная. И мы должны благодарить Зинодина Зидана за то, что он нам подарит такую интригу. Потому что Реалу финишировать на четвертом месте как-то уж не Камильфо. И посмотрим, вот чем это все реально закончится. То, что чемпион уже понятен и в Испании, и в Германии, и в Англии, и во Франции. Это всем давно известно. Но борьба за Еврокубки, особенно в Испании и Германии, Германии особенно даже, да и Англии, собственно, там минимум кто-то один или даже двое из больших команд не попадут в Лигу чемпионов. Разве что Арсенал зацепится за Лигу Европы. Но, в общем-то, борьба вот будет как раз таки не за первое уже место, а за места в Лиге, в зоне, Лиге чемпионов. На сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам нравится, конечно же, комментируйте все, что вы сегодня от меня услышали. Но самое главное вы знаете. Играйте в футбол. Они тактят, что вы можете сделать это, и вы можете спать в своем боксе, и в конце концов, что ничего не случится. Но это не очень, и мы, Ливерпу, не должны попробовать это. И тогда вы не можете найти много, или нет. Вы должны быть виноват. Вы должны быть виноват. Вы должны быть виноват. Я очень рад, что прессing, вторая половина, ба-ба-ба, это было отличное, просто отличное. Найдер, классный фильм, это было очень отличное.